добрый день друзья три часа полчетвертого дня в пятницу вообще у меня пятница ну такой как бы выходной день я если делаю что-то то из дома в офис не еду но сегодня я в офис поехал поскольку у нас съемка вот была которая не состоялась вчера а состоялась она сегодня приехала съемочная группа там два человека из нового канала но называется так новый канал и там есть программа абзац это я не знаю где конкретно они делают может быть в киеве да там украинский канал и вот значит они должны были приехать мы начали где-то минут за 20 там за 15 до того как ребята должны были приехать мы с сергеем начали делать прямую трансляцию имея ввиду что сейчас ребята приедут и мы так покажем как бы со стороны съемочный процесс вот они немножко задержались приехали вот и собственно то что то что нам сергеем удалось снять визит на канале а я кстати был удивлен что не было сбоев подвисаний и так далее мы очень гладко аккуратненько так все засняли значит не вне подвел нас не интернет не iphone не софтвор которым мы пользуемся там и так далее первый раз по моему мы так сняли чтобы вот не подвисала ничего всяком случае никто не жаловался за тот час что мы были в эфире нас посмотрел тысячи человек это грандиозно совершенно вот у меня те эфиры которые мы делаем утром в субботу по вашему времени по московскому времени 9 утра мы начинаем и там где-нибудь до полудня там до часу дня делаем 3-4 часа там нет такого чтобы вот за час тысячу человек ну но может быть бывает но в общем это это очень приличное посещение очень вот так что я признателен всем кто пришел мы поболтали поболтали потом ребята приехали но все-таки специфика как бы их жанра такова что передачи которые они сейчас снимают будет показано в сентябре и он аня вот девушка которая там все это дело ведет она есть сейчас по америке а потом в сентябре появится и как бы сказать засвечивать сюжет который будет потом как бы вот у них не положено так на канале поэтому нам пришлось как бы остановить нашу трансляцию чтобы не испортить людям все таки они на работе вот а мы просто дурака валяем поэтому так вот да и что надо сказать что значит сюжет состоит в том что она делает кофе для наших сотрудников но вот я хочу сказать что у меня вот эта машинка которая кофе делает она через раз значит бракует вот этот пакетик который я вставляю такой вот такой в алюминиевой фольги и что-то мне его выбрасывает но я не знаю вот в этом смысле надо сказать что у они хоть она и первый раз а может просто потому что первый раз у нее это лучше получалось чем у меня то есть как бы надежнее и эффективнее вот ну недолго недолго все это продолжалось то есть ребята так минут там не знаю за 15 за 20 там все отсняли они так еще по школе немножко прошлись я им показал школу и тут у нас студенты тут у нас там малая тундра большая тундра в смысле маленькая классная комната большая классная комната вообще молодцом конечно они они не не пользуются какими-то гигантскими камерами которые там два человека на тележке катит вот то что я до этого наблюдал я утрирую но в общем то те съемки которые раньше проходили вот с нашим участием там довольно серьезные такой по размеру габаритные были камеры а тут в общем такой вот фотоаппарат наверно наверно заснялось это то что сергей там на прямой трансляции показывал такой фотоаппарат серьезным конечно объективом очень вот профессиональным и gopro они на две камеры снимают в общем видимым качество хватает с gopro тоже там где-то подмонтировать туда или сюда молодцы и я не знаю сколько времени займет этот сюжет когда он будет в эфире может быть там две минуты может быть три может быть пять я не знаю но во всяком случае мы получили удовольствие и ребята очаровательные во первых во вторых трансляция которую мы до этого значит начали сергеем она затянулась немножко поэтому мы поболтали поотвечали на вопросы какой-то фан в этом есть вот так что а еще через буквально дней десять у нас еще одна съемка уже там по серьезному будет смысле там бригада 5 человек приезжает возьмите нам было сказано что будет бригада из пяти человек то есть если даже представить не могу что они там пятером делают но там там две камеры нам сказали что две камеры которые синхронно пишут там с ними продюсер но вот еще два человека я не знаю я я расскажу потом то есть если нам разрешат там немножко поснимать мы мы тоже поснимаем вообще конечно очень очень интересно все это наблюдать но когда профессиональная аудитория публика работает они они примерно видит уже свой продукт хотя и по ходу дела тоже они очень оперативно реагируют то есть они как бы понимают что пойдет что не пойдет там как пойдет и так далее конечно видно что люди на работе на самом деле то есть они очень синхронно и слаженно так работают с оператором вот молодцы молодцы и приятно знаете что что то мы живем в такое время сейчас конечно тех кто другого не видел времени они думают ну и что такого а я то помню другое время я то помню когда они тоже там в америку в болгарию несчастную там ну в польшу выехать на недельку там туристам там или на 2 это я не знаю там нужно было пройти через круги ада я ни разу вот не ездил никогда и никуда меня и не выпускали хотя сейчас раз сел поехала класс вот молодцы и ребята которые участвовали в нашей трансляции они написали абзац это программа которая смотрит вся украина там туда-сюда на самом деле это приятно тоже то есть вот ты видишь людей которые делают программу которая смотрит вся украина это интересно тоже на этом наблюдаешь начинаешь лучше жизнь понимать молодые ребята совсем так вот энергии много глаз горят молодцом молодцом хорошо что вот я как бы так живу в такое время мне очень приятно есть чем сравнить вот а дальше мы сегодня отправимся в санта-крус вот я сейчас приеду домой и мы посмотрим может быть мы трафик пропустим со светланой потому что сейчас как раз самая движуха да сейчас пол четвертого ну уж не знаю вот что там получится нам говорят заснимите дорогу от вас до санта-крус ну и господи мы мы частенько проезжая от нас до санта-крус ну какие-то разговоры там говорили и снимали дорогу но в основном это происходит в темноте в темноте происходит из-за того что ну трафик не хочется в пробке стоять давайте поэтому если мы сегодня поедем и будет светло то я с удовольствием засниму дорогу там очень живописно там такая достаточно извилистая дорога и и в общем там очень очень мило и вот но обещать не могу вот а ночью мы снимали много раз мы и днем тоже снимали я не могу сказать что мы специально вот знаете как-то откладываем куда-то или там плейлист создаем дорог по которым мы проезжаем но но в общем-то проезжали неоднократно так мне кажется в общем я отвечаю на вопрос который там был на канале вот такие такие пироги дальше что я думал что проучил один раз автоматизацию там веб-драйвер и я на самом деле планировал несколько раз проучить и как-то освоить это получше и сделать несколько занятий по-русски потом время шло я начал забывать то что там подготовил и как-то вот не знаю в общем настроение стало меняться я подумал что наверное я уже сам не проведу в общем как-то так я еще в онлайн классе обещал им провести там пару занятий сделал на английском правда ну а тут получается мне говорят миша говорят а у тебя в понедельник и четверг с утра уроки по веб-драйверу я бы мама я уж подзабыл там ну ну подзабыл ладно значит за выходные которым нам нам предстоят то есть у нас есть полдня сегодня хотя сегодня вряд ли успею есть много разных дел но во всяком случае суббота воскресенье надо будет мне подготовить сразу там два-три урока чтобы не получилось что к одному уроку готов ко второму уже нет знаете они там все-таки на одной неделе два урока и найти время на неделе сложно то есть надо надо за выходные подготовить такой вот у меня план на выходные завтра к нам приезжает санта-круз художница очень хорошая женщина у нас на канале давно и очень интересный человек Алена Исакова ее зовут во всяком случае мы договорились что в 11 часов утра мы встретимся вот видите ходит человек просит там чего-нибудь у нее тут написано что-то давайте дадим человеку доллар вот дал я тетеньке доллар она меня благословила и вот с этим делом мы едем хотя она с акцентом говорит что интересно вот у нее такой я думаю что за акцент такой даже не знаю я сказал венгерский но не ну так условно условно ладно так что я говорил на днях что что-то время так летит и ни на что времени не хватает и тут еще неожиданно я им говорю ребята что ж такое я в понедельник должен урок вести я только сейчас узнаю об этом случайно придя на работу они говорят а что такое это же там две недели в расписании стоит я как будто я расписание смотрел в общем оторвался оторвался текучки ну правда действительно так так много всего происходит что не успеваешь мяукнуть вот спрашивают часто спрашивают люди говорят скажите а что случилось в америке почему все блогеры американские разговаривают за рулем вот они не вообще снимают а вот сидит за рулем и едет куда-то и вот снимает а когда ему разговаривать когда у него времени нету я не знаю как там у других но вот у меня точно нет поэтому у меня самый разговор это вот так вот ездишь в машине есть там 15-20 минут можно поговорить так сказать о мировых проблемах о всяких да но с другой стороны я скажу я помню время когда никому я не был нужен когда была рецессия когда ну вот как то так не востребованность такая вот я бы сказал да не то что никому не нужно но не востребован и хуже нет чем быть не востребованным паса лучше для меня то есть люди которые наоборот как бы скажут никому не нужна вот так сижу тихонечко никто не дергает какой кайф а я как то по другому устроен то есть мне мне нужно чтобы востребованные, чтобы вопросы, ответы, лекции, резюме и так далее, я от этого как-то приободряюсь. И даже вот эти трансляции наши вечерние, по 3-4 часа, я отдыхаю в это время. То есть я могу, например, быть уставшим, но если я пошел в трансляцию, я абсолютно отдохнувший, стресс с меня уходит, дурные мысли, если были, полностью куда-то ушли. Настроение, если было неважным, становится замечательным. Жена нашла способ со мной бороться, она, когда мы там в Санта-Круз, она мне стелет в гостевом бедруме, в спальне гостевой. И чтобы я там, ну в общем, когда закончу, там в 2 часа ночи, там или в 3, чтобы я не интерферировал с ней, там пришел, свет зажел, там что-то зуб почистил, там так далее, чтобы вот как-то без этого. Вот, и я уже пользуюсь там гостевым туалетом, вот, и гостевой спаленкой. И у нас наступила гармония практически. Вот, так что, это, это как бы, выйти в эфир, это фактически форма востребованности, да, то есть я выхожу, там несколько сот человек, и там и 500, и 600, и 700 бывает, от тем и зависит, поэтому, и ты востребованный, тебя что-то спрашивают, и ты отвечаешь, и это очень важно, вот, не знаю, для меня безумно важно быть востребованным. Кто это говорил-то, по-моему, по-моему, Эйнштейн, вообще большой философ, и он говорил, что главная цель существования, предназначение в существовании человека состоит в том, чтобы служить другим людям, вот через это ты реализуешься. Поэтому, я думаю, что это не исключительно какие-то мои фишки, а это очень, судя по тому, что вот Эйнштейн об этом говорил, это, видимо, очень общее и, как бы, сущностное для нас, ну, если не для всех, то очень многих, вот, поэтому, так вот. Я могу сказать, что я счастливый человек, что у меня есть возможность, там, раз неделю куда-то пойти, и кто-то слушает, это потрясающе все. Да, ладно, друзья, я почти приехал домой, прощаюсь с вами, переключаюсь на текущие дела. Счастливо!